Добрый день дорогие друзья с вами AlwaysOnTop и сегодня мы поговорим о приложении Facebook для Windows 8. Видео обзор будет состоять из двух частей. Первая часть видео обзора будет посвящена тем людям у кого есть такая проблемка, а именно при запуске Facebook происходит ничего, то есть не грузится абсолютно ничего из ваших личных данных. Вторая часть видео будет непосредственно обзор приложения. Итак приступим. Давайте перейдем в магазин и собственно посмотрим где и как можно скачать приложение Facebook. В принципе сразу же на начальном экране вот во вкладке начало работы мы можем перейти к приложению Facebook и здесь у вас будет кнопочка установить. Кстати хочу заметить что как раз да много негативных отзывов о этом приложении являются именно из-за того что оно не работает. Вот как мы видим не работает, сломалось, не подключается к аккаунту, не работает и таких еще там очень много практически вот все отзывы связаны именно с этим. Именно из-за этого и тут такая маленькая средняя оценка. Ну да ладно. Итак приступим к обзору. Для начала хочу чтобы вы сравнили две страницы Facebook. Первая это в самом приложении. Как видите она на английском языке и прошу заметить здесь подписан я тоже на английском языке. И перейти ко второй странице, а именно в браузере. То есть моей страничке Facebook в браузере. Здесь абсолютно все по-русски, все хорошо. Именно с этим и связана в принципе проблема того что не запускается приложение Facebook. Ну точнее запускается, но отображается некорректно. Что же для этого нужно сделать? Для этого нужно перейти в настройки. Перейти во вкладку общие. И как вы видите здесь есть настройка имя. Имя аккаунта. Если вы хорошо присмотритесь то у меня здесь имя прописано так и на русском языке, так и на английском языке. Нас интересует именно английский язык. Переходим. И здесь где полное имя мы должны прописать именно английский вариант своего имя и фамилии. Можно также и отчество. Я прописал сюда и отчество. Но вы спросите, тогда же моя страница будет отображаться на английском языке. Ну точнее мое имя пользователя будет на английском языке. Я не хочу, я хочу чтобы оно было на русском. Также вы можете добавить свои данные на русском языке. Переходим сюда. Выбираем ваш родной язык. Русский. Я выбрал русский. И прописываете сюда имя и фамилию на русском языке. После чего вводите пароль и сохраняете данные изменения. После этого, я уверен, ваше приложение должно запуститься и начать отображаться корректно, как это было у меня. Кстати, хочу сказать, что у меня тоже были проблемы и у меня точно так же некорректно отображалось это приложение. Как видите, сейчас все корректно отображается. Итак, приступим ко второй части видео обзора. Непосредственно к обзору. Как вы уже заметили, как было сказано ранее, страничка на английском языке. Я считаю это самое первое и главное неудобство. В принципе, меня английский язык не смущает, но большинство отзывов также связано еще и с тем, что приложение на английском языке, пожалуйста, переведите его, пожалуйста, пожалуйста и пожалуйста. Ну, лично для меня это не является преградой, но все же. Я думаю, что приложение должно быть на русском языке. В принципе, это приложение ВКонтакте не поленились сделать вариант как на русском, так и на английском языке. Почему бы Фейсбуку не расщедриться и не сделать то же самое? Итак, что мы видим на главной странице? В принципе, все то же самое, что бы вы увидели и если бы зашли браузерно. То есть, ваш аккаунт, ваших друзей, а именно топ друзей, краткую информацию о вас, несколько полезных вкладок, а именно информация о вас, фотографии, друзья, музыка, видео, телешоу, книги, лайки и прочее. Также на вашей стене ваши самые последние новости. Тут же вы можете оставить о себе ваш статус, а именно то, что с вами сейчас происходит, фотографию, либо же прикрепить местоположение. Давайте пройдемся теперь по самому меню управления. Первая вкладка – это, конечно же, ваша страница. Дальше перейдем во вкладку «Новости». Здесь загружаются самые последние новости и, кстати, в отличие от приложения ВКонтакте, новости прокручиваются в привычном режиме, то есть сверху вниз, то есть вертикально. Здесь ничего такого особенного нет. Тут же вы можете тоже оставить свой статус, фотографию, либо прикрепить ваше местоположение. Новости обновляются достаточно часто и иногда для этого достаточно покрутить колесико мыши вверх, и новости обновятся, если они таковые есть, появились. Дальше сообщения. С сообщениями связана первая неудобность. Ну, в принципе, да, сообщения выполнены весьма красиво, в шахматном порядке ваша переписка, также у вас осталась возможность отправлять такие веселые смайлики, также есть возможность прикрепить ваше местоположение, то есть внизу под сообщением будет написано, откуда было отправлено сообщение. Но в чем, собственно, неудобность? А неудобность в том, что сообщения располагаются по дате, и читаются они сверху вниз, но прокрутка идет снизу вверх. То есть вот, допустим, 26 февраля, вот ваша переписка за 26, точнее, моя переписка за 26 февраля, она считается отсюда. Февраль 20, почему-то выше. Переписка также считается отсюда. И еще, что немаловажно, для того, чтобы посмотреть новости, точнее, не новости, а сообщения, которые были ранее, как вы думаете, вы бы прокрутили, естественно, колесико мыши вверх. Но при прокрутке колесико мыши вверх ничего не происходит. Для того, чтобы новости поднялись, нужно покрутить колесико мыши вниз. То есть, ну, достаточно неудобно. Производится прокрутка таким же образом, как это делается на платформе Macintosh. Ну, я думаю, это неуместно для данного приложения. Тем более, если же оно для Windows, зачем такое было делать? Я считаю, что это также и неудобство. Ну да ладно, перейдем дальше. Карта. А точнее, ваше местоположение. Ну, кстати, что-то я вижу, что оно определило неправильно. Давайте одолим, посмотрим, где же я сейчас живу. Так. Ну хорошо, я живу хотя бы в Украине, но на самом деле, я нахожусь здесь, в Донецке. Что-то показало, что я здесь. Ну, действительно, каких-то 500 километров. Совсем, вообще. Ладно, несущественно. Перейдем в ваши мероприятия. Итак, здесь вы можете посмотреть мероприятия, которые приближаются. Таковых нет. Также здесь показаны дни рождения приближающиеся. Вот, вы можете их просмотреть. Можете загрузить больше друзей и посмотреть на целый год у кого что. И также здесь отображаются прошедшие мероприятия, события. В принципе, то же самое, что и вы бы увидели, если бы просматривали его через браузер. Дальше, друзья. Друзья упорядочены весьма и весьма удобно. Кстати, вот такие вот плиточки, кнопочки синие с белыми буквами. Очень удобно ориентироваться. Здесь, кстати, есть как и русский, так и английский алфавит. И вы можете быстро найти, сориентироваться по друзьям. Вы можете также уменьшить, но в данном случае пропадает русский вариант алфавита. Но это несущественно, я думаю. Итак, фотографии. В фотографиях отображаются ваши альбомы, то есть фотографии с вами, либо же фотографии профиля. В данном случае вот, что вы можете с ними сделать. Вы можете пролайкать, оставить комментарий, прикрепить метку, либо же вы можете загрузить фотографию, взять фотографию из профиля Windows, сделать скрин. Также вы можете копировать и вы можете удалить. Выходим. Как и браузерно, вы можете также создать свою группу, но мы ее создавать не будем. А вот с настройками здесь все намного-намного худнее, потому что настроек здесь нет. Вы можете отправить отчет о вашей проблеме, либо же перейти в Help Center. Причем Help Center, как и Report a Problem, открываются в браузере. То есть вот, нажимаем, и почему-то открывается ваш браузер по умолчанию, и здесь вы можете уже оставлять комментарий. Итак, закроем. Также, я думаю, вы уже успели заметить, что здесь не отображаются видео, музыка как-то отображается здесь. Это тоже неудобно. Если мы перейдем во вкладку музыки, то вы увидите, что музыки у меня нет, и возможности ее добавить, кнопок, ничего здесь нет. То есть если вы не добавили музыку в браузере, то здесь у вас тоже нет возможности ее добавить. Та же ситуация и с видео. То есть если вы не добавили никакого видео, то вы его и не добавите. И в принципе со всем прочим. То есть с шоу, и с книгами, и с прочим. Еще одно неудобство. То, что приложение не имеет возможности воспроизвести видео именно внутри приложения. Вот, допустим, у меня есть ссылка на YouTube. И точнее нет, ссылка на страницу ВКонтакте, но само видео именно YouTube. И как вы видите, пришлось перейти опять же в Opera, то есть браузер по умолчанию, и только там открыть. Я считаю, что это также неудобно. Давайте теперь поговорим о плюсах и минусах. Итак, начну сначала. Первый минус это то, что приложение Facebook, как и приложение ВКонтакте, не запоминает логин и пароль. То есть каждый раз вам приходится авторизоваться. Это первый минус. Второй минус. То, что не у всех пользователей есть возможность сразу же пользоваться этим приложением, как это было и у меня. Я очень долго мучился, искал решение проблемы, почему же приложение не отображается корректно. И в интернете по этому поводу не было абсолютно ничего, поэтому мне пришлось искать проблему самому, решение проблемы самому. В принципе, я ее нашел, и я думаю, что мое решение также поможет и другим. Далее, что еще к минусам мы можем отнести? К минусам мы можем отнести также отсутствие возможности управления вашей музыкой, видео, шоу и книгами. То есть вы не имеете возможности их загрузить. У вас есть возможность загружать только фотографии. Ну, я думаю, этого недостаточно. Еще один минус, это то, что, ну, это мелкий минус, но все равно минус. Приложение некорректно отображает ваше местоположение. То есть, если вы выберете в сообщениях прикреплять место вашего положения, то, скорее всего, оно будет прикреплять некорректное местоположение. К плюсам. Что же можно отнести к плюсам? Даже не знаю, что можно отнести к плюсам. Собственно, плюсов я здесь не нашел. Приложение абсолютно бессмысленное, простое, ограниченное в функционале. Лично я его не советую для использования пользователям Windows 8. Лично мне и, я думаю, пользователям Facebook будет проще обозревать их личную страничку. Именно в браузер, она через любимый браузер, где вы уже знаете все, везде ориентируетесь. А приложение, на мой взгляд, весьма и весьма неудачное. Кстати, отсутствие кнопки выхода также является минусом. Ваше приложение можно закрыть, лишь нажать кнопку закрыть приложение. Что мы, собственно, и сделаем. Потому что, я не считаю, нужно больше здесь сидеть. На этом видео обзор, я думаю, можно считать законченным. Если же все-таки вы пользуетесь приложением Facebook и у вас есть какие-либо другие проблемы, я постараюсь в кратчайшие сроки ответить на вашу проблему. Итак, если видео было полезным и Facebook у вас все-таки заработал, значит, подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, а также переходите по интересным ссылкам, которые вы найдете в описании к видео. На этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok